у меня тут могут быть звуковое сопровождение в виде собаки ее заперли со мной сказали, чтобы она не мешалась она вот скулит это, кстати, тоже важно мне, может быть, в какой-то момент нужно будет прерваться потому что, чтобы она тут это совсем не хулиганила выпустить ее в какой-то момент а пока мне сказали, что я должен быть заперзнею в комнате, где сижу хорошо так, у нас началась трансляция на ютубе, поэтому можем начинать хорошо, всем доброго вечера надеюсь, заточение проходит, может быть, не с большим удовольствием, но с пользой я так понимаю, что у меня последняя лекция завершающая в цикле курса международного арт-тража для тех, кто не застал мои первые предыдущие две лекции, меня зовут Юрий Бабичев я советник международной юридической фирмы Брайан Кейт и Эйтен Пейзер я являюсь адвокатом штата Нью-Йорк и специализируюсь на трансграничных спорах в том числе на международных арбитражах и вот тема моей сегодняшней лекции это обеспечительные меры в поддержку международного арбитража я надеюсь, что мне удастся уложиться где-то в один час если будет чуть позже закончим, ничего страшного лично я временем не ограничен поэтому, в принципе, я всех призываю задавать вопросы по ходу движения моих слайдов мои лекции единственное, что может быть, у меня не всегда будет удачно получаться справиться с технологиями поэтому я попросил ребят-организаторов чтобы они если там накапливается какой-то набор вопросов меня подтормаживали и озвучивали в принципе, я должен их видеть должен но если не буду то Элина и Денис меня подставят на вопросе ну да, есть я так понимаю, что есть там отдельная секция в зуме вопросы можно, наверное, их там писать потому что они должны по идее здесь высвечиваться мне и я их должен включать ну, приступим наверное для людей, которые может быть, еще презумируют, что аудиторию у нас студенты может быть, вы там не все как бы хорошо знакомы вообще с пониманием что такое обеспечительные меры по-простому это, наверное, какой-то рода приказ или какой-то запрет или, например, указание издаваемое тем или иным полуполномоченным судебным органам который призван зафиксировать текущую ситуацию между спорящими сторонами или ну, чтобы как это развитие спора и дальнейшие события не привели к еще большему ухудшению обстоятельств для заявителя как правило для истца вот есть такое вот определение которое содержится в модельном законе Министерства о международном коммерческом о международном арбитраже что это то есть мера представляет собой временную меру это важно при помощи которой в любой момент предшествующего внесения решения арбитражный суд распоряжается о том чтобы та или иная сторона сдержалась как в скво избежать ущерб сохранения активов сохранения доказательств это такие вот легматери наверное двинемся дальше и будет понятно на примерах о чем идет речь опять же это статья 17а типового закона Ницитрал может быть чуть забегая вперед скажу что не во всех законах именно которые наверное то что законодательство многих стран оно базируется на модельном законе Ницитрал о международном арбитраже оно далеко не всегда полностью повторяет его и мне кажется вот это как раз статья в российском законе не фигурирует и в данной ситуации в России действуют базовые правила которые предусмотрены Гражданским профессиональным кодексом и арбитражным профессиональным кодексом но мы до этого еще дойдем какие собственно критерии для вынесения обеспечительных мер я в квадратных скобочках фурсивом писал то что я как бы это понимаю за этим фразами то есть когда ИСЦУ который подает исковое заявление понимает что в конце он получит наверное арбитражное решение в свою пользу которая будет присуждать его пользу убытки но в реальности эти убытки его нарушенные права не защитят то есть в конце не будет этого не будет того имущества которое будет доступно ИСЦУ для обращения в заскание после получения решения в свою пользу и поэтому ему нужно сейчас получить обеспечительные меры которые обеспечат ему возможность реального фактического исполнения того решения которое вынесут арбитры ну и вторая вещь это как бы важно это соблюдение баланса интересов то есть в определенной степени обеспечительные меры это вторжение ущемление прав и свобод ответчиков то есть если вы арестовываете его актив то своего рода это ограничение его права собственности на то ли ему имущество если это приказ ответчику воздержаться от раскрытия какой-то определенной информации то это в какой-то степени может ограничивать его не знаю свободу слова вот и не во всех странах но в принципе в большинстве стран и в большинстве примеров в которых я сегодня буду идти речь все-таки истец заявитель когда он просит обеспечительные меры должен показать что у него есть какое-то нарушенное право что у него есть вот эта разумная вероятность на то что его требования будут уведовлены то есть просто так просить о вынесении обеспечительных мер когда у вас нет даже оснований для иска достаточно оснований для иска в большинстве случаев неправильно сразу оговорить что конкретные стандарты которые требуются в той или иной стране или тот или иной стандарт того что нужно продемонстрировать арбитрам или суду для нанесения обеспечительных мер могут отличаться от страны к стране но общая тема о чем идет речь она примерно одинаковая истец приходит к суду или к арбитрам и говорит дайте мне пожалуйста уже сейчас какой-то ремеди какой-то способ защиты моего права который сейчас называется в данном конкретный момент потому что если вы это сделаете это не настолько навредит ответчику вы не дадите это навредит баланс интерес виды обеспечительных мер их может быть много но в принципе все они как бы они примерно о том что вы накладываете арест на имущество или изымаете его у ответчика надо фиксировать имущество и зафиксировать его в моменте чтобы оно никуда не двинулось чтобы у него не применялся собственник вот запрет на совершение определенных действий то есть часто это идет как бы в сочетании с арендами например заявители просят арестуйте пожалуйста акции в реестре и одновременно заявители просят запрет вынесенный в отношении текущего владельца никуда никому их не передавай раз и пожалуйста регистратор я тебе запрещаю совершать регистрировать непосредственно в реестре акционеров передвижение этих акций к какому-либо третьему лицу до момента рассмотрения споров по существу какие еще бывают такая отдельная категория это раскрыть информацию или получение доказательств наверное немножко в меньшей степени актуально для ходатайств которые подаются в российские суды но довольно часто мы с нею сталкиваемся в спорах когда мы получаем обеспечительные меры за рубежом и такая отдельная вещь это внесение обеспечения это кстати интересная такая мера которую часто бывает доступна ответчику когда к нему обращаются с иском и к иском подает истец физическое лицо о наличии у которого достаточных имущества информации может и не быть раз во вторых это может быть компания специального назначения когда единственный ее основной актив это по большому счету право требования которое она заявляет и в этой ситуации часто в международном арбитраже есть такая доступная опция для ответчика просить встречное обеспечение на покрытие расходов ответчика на ведение спор на сопровождение интересов в арбитраже с другой стороны в большинстве случаев арест изучительные меры просят эстет но иногда это может быть ответчик у меня были примеры когда мы получали обеспечительные меры в поддержку по сути дела защиты доводов или иногда встречных требований на стороне ответчика в частности это касалось раскрытие информации вот такая вот небольшая табличка которая показывает какие обеспечительные меры часто какие риски они часто призваны закрыть если у меня есть вопрос да внесение обеспечения это security for cost может быть Никита может быть в первую очередь да я имею ввиду security for cost но иногда бывает что эстет говорит внесите пожалуйста вот там сумму всего иска на депозит сюда на практике я ни разу не сталкивался с тем чтобы такие ходатайства даже заявлялись или удовлетворялись но в теории это возможно когда вы просите заранее перевести в депозит сюда ответчика ту сумму которую с ней требуется опять же в теории возможно на практике не сталкиваюсь поэтому чаще всего да это речь о security for cost сокрытие распыления активов когда в конце от ответчика ставится гирка от бублика соответственно открытие информации покажи мне свое имущество и наложение ареста часто это бывает как бы идет совместно уничтожение сокрытия доказательств опять же раскрытие информации обеспечения их сохранности это такая вот мне кажется в России есть отдельная процедура которая позволяет обеспечивать доказательства иначе они будут уничтожены но в принципе за границей она тоже есть мы с ней немножко поговорим есть возможности когда вам нужно молниеносно зафиксировать доказательства чтобы они просто не были уничтожены вот когда речь идет например о каком-то споре о каком-то конкретном имуществе которое может быть физически уничтожено ну опять же я на своей практике редко сталкиваюсь но если вечно придет где-то о терапортищихся товар вот может быть ходатайствовать перед судом или арбитрами чтобы электропортищие товары были помещены в соответствующие хранилища чтобы они не испортили да security for course от неуплата судебных расходов и да интересная такая мера в России я с ней не сталкивался но в принципе она существует это назначение внешнего управляющего для защиты активов ответчика бывает нужных ситуаций когда ответчик особо злостно нарушает даже те же вынесенные меры против него и нужно просто отстранить от управления его директоров или к ним вместе дозначить такое дополнительное независимое лицо которое будет следить за операциями которые совершает ответчик со своим имуществом нечастая мера нечастая но иногда но иногда она бывает так видим все давайте дальше важная статья есть в модельном законе инстрал она есть и в российском законе в большинстве стран где закон имплементирован наличие третейской оговорки не исключает компетенцию государственных судов по вынесению обеспечительных мер то есть тот факт что у вас между странами заключено третейское соглашение не говорит что они исключили полностью возможность вынесения обеспечительных мер государственным судам соответственно это открывает возможность для заявителя вот такая небольшая диаграммка кому идти кто вообще в принципе может вам дать обеспечительные меры для защиты интересов заявителя то есть здесь вот такие вот пересекающимися кругами потому что в каких-то ситуациях полномочия у этих государственного суда у состава арбитража и чрезвычайного арбитра вот они в каких-то моментах могут сосуществовать ну в принципе в зависимости от ситуации обращение там в госсуд или состава арбитража чрезвычайного арбитра может быть более или менее предпочтительно сейчас поговорим тоже немножко об этом да это вот такой у меня небольшой слайд который показывает в зависимости кому как говорится кому визжать за обеспечительными мерами в зависимости от того где вы находитесь ну поль скоро мы говорим о арбитраже наверное в первую очередь с участием российских сторон это кстати актуально не только к российским странам но и многим иностранным странам как это good piece of advice на практике лучше всегда презумировать и смотреть и думать есть ли возможность получить обеспечительные меры и если этой возможности нет то тогда как бы консультировать клиента понимать да мы подумали нужно или не нужно есть ли возможность получить обеспечительные меры настоящий момент не видим поэтому обращаться за ними не будем но как это жизненный опыт показывает что лучше всегда о них подумать и за ними обратиться нежели этого не сделать и потом кусать локтя получив вместо ответчика вверху от библика недавний я так скажу недавний мой жизненный профессиональный опыт показал что часто мало получить обеспечительные меры нужно еще и периодически я бы так сказал с достаточно частой периодичностью проверять соблюдение этих обеспечительных мер ответчика соответственно в ситуации когда у нас еще состав арбитража не сформирован открывается возможность получить обеспечительные меры в суде в государственном поговорим в каком чрезвычайного арбитра или у состава арбитража в рамках процедуры ускоренного формирования так посмотрим вопросы Никита если у нас есть прямое соглашение об окончательности арбитражного решения и что оно не подлежит отмене то мы автоматически не сможем обратиться за обеспечительными нет неправильно потому что вот как раз девятая статья модельного закона который есть у нас и в России тоже принят в такой же редакции как она написана наличие третейского соглашения не означает что нельзя получить обеспечительные меры обеспечительные меры они их суд выдает самостоятельно и они не препятствуют вынесению решений по существу то есть государственный суд если вы к нему идете он говорит так вот я смотрю ходатайство по существу спора спор будут рассматривать арбитры то есть да наличие положения о том что решение арбитров является окончательным не препятствует получению обеспечительных нет так здравствуйте отличается основание получения world crazy noder спасибо да world crazy noder расскажу про него сегодня Анастасия есть про него слайды не раз получал не раз их отменял увлекательное занятие расскажу допустим обеспечительные меры для того как у вас состав арбитров был спормирован вы не получили какие у вас остаются опции уже после формирования состава арбитража ну очевидно что опция с чрезвычайным арбитром отпала если только вы не пытаетесь начать какой-то новый параллельный арбитраж что как правило не получается сделать то остается суд и состав арбитража при этом о чем нужно помнить что в принципе базовый модельный закон вот эта вот девятая статья и там где он имплементирует в России не исключает компетенцию арбитров по вынесению обеспечительных мер и в процессе рассмотрения спора по существу уже арбитров то есть арбитры рассматривают да у арбитров тоже есть полномочия на вынесение обеспечительных мер но может быть немножко сбегая вперед в большинстве стран мира выносимые арбитрами обеспечительные меры не обладают силой принуждения они обязательны для стороны против которых они выносятся но сами по себе исполнительный лист на обеспечительные меры которые выносят арбитры практически везде вы не получите ну если мы говорим в первую очередь от России или европейских стран не получите вот есть определенные нюансы например в Англии в сочетании их закона об арбитраже и он как они говорят он навеян идеями модельного закона министра но при этом очень во многих существенных аспектах от него отличается в частности есть статья у него 44 которая как бы ну последняя интерпретация английскими судьями такова что когда есть формирован состав арбитра прежде чем страна может идти к государственному суде английскому за обеспечительными мерами базовый подход нужно получить разрешение у состава арбита кроме там случаев когда это особо срочно или когда вам нужно получить меры обеспечительной экспорта без заведомления вашего оппонента вот соответственно после того как но чем-то тоже еще надо помнить получение во время текущего арбитража регламент регламент LCA там тоже есть это есть это ограничение сейчас дайте мне секунду собака совсем просится выйти да когда арбитры уже рассмотрели спор и у той или другой стороны есть на руках уже вынесено окончательное арбитражное решение в большинстве случаев это означает что состав арбитров уже утратил свою компетенцию на рассмотрение спора и вынесение обеспечительных нет бывают пограничные и соответственно вам остается государственный суд но бывают пограничные ситуации поэтому у меня здесь они все-таки указаны как вторая доступная возможность состава арбитража вот у меня сейчас есть такое практическое дело где у меня спор по существу арбитрами рассмотрен но у меня остается еще спор относительно размера процентов и у арбитров остается такая остаточная компетенция и в принципе если мне нужно будет просить обеспечение под вот это вот размер моих требований по процентам то арбитры сохраняют свою компетенцию по вынесению обеспечительных мер в части вынесения процентов ну то есть смотреть на нюансы нюанса но в целом базовый подход у вас есть на руках все решение вам нужно его принудительно исполнять пытаетесь понять где вы будете принудительно исполнять и скорее всего в этом же суде куда вы обратитесь за принудительным исполнением, как правило, это суд или ответчик находится или находятся его активы, там же вы, скорее всего, будете у того же суда спросить или спщитки. Тут пока мало вопросов. А, вот еще есть вопрос. Я пропустил. А, ну это у меня с Анастасией уже про физию много спрашивали. Да, задавайте еще. Так. Что мне нужно сказать? В принципе, ну, регламенты практически всех популярных российских сторон арбитражных центров предусматривают полновозможность для арбитров, для состава арбитров, для вынесения беспчителя. То есть здесь тут особых сюрпризов и исключений нет. Так, вопрос. Да, возможно ли в договоре предусмотреть невозможность применения обеспечительных мер к данному спору? Ответ такой. Написать можно, в принципе, все, что угодно. Бумага, стерпи. Очевидно, что если это положение будет в договоре, оно затруднит возможность получения обеспечительных мер со стороны заявителя. Скажу такую вещь. В принципе, если мы, например, говорим про обеспечительные меры, которые выдают, например, чрезвычайный арбитр, то те регламенты, которые предусматривают возможность получения обеспечительных мер чрезвычайного арбитра, они также предусматривают возможность сторон исключить применение соответствующих положений регламентов. В этой части да. Что касается возможности исключения права на получение обеспечительных мер государственного суда, я бы сказал, здесь будет зависеть от соответствующего суда. Потому что, я не думаю, что такое положение в договоре реально ограничит заявителя от того, что, например, российский государственный суд вообще не будет рассматривать его податайство. Скорее всего, просто заявитель может внимания российского суда на соответствующее положение не обратить, а если даже обратить, скажет, нет, ну, это положение действительно недействительно, потому что стороны его прописывая отказываются от права на судебную защиту. Частью права на судебную защиту является право на обеспечительные меры. В той части, в которой, типа, стороны согласились на Третьейское соглашение, они не отказались от права на судебную защиту, Они просто выбрали альтернативный способ просмотрения споров. А вот можно ли так отказаться? Ну, смотрите, вопрос, честно говоря, неоднозначный. Вот мои мысли такие, которые сразу приходят мне в голову, на него я вам озвучил. Наверное, если резюмировать, в части, когда вы отрезаете чрезвычайного арбитра, да, это возможно сделать. Что касается государственных судов, я не уверен, будет зависеть от конкретно, как бы, страны, в которую вы будете обращаться за обеспечительным мерами. Так, еще вопросы. Насколько часто удовлетворяют заявления в обеспечительных мерах? Анастасия. Да, хорошие вопросы. Буду сегодня тоже о них говорить. Все зависит. Все зависит. И, например, по России в свое время, мне кажется, право.ру год или два назад проводило статистику. И, опять же, она была спознает. Не только обеспечительные меры в поддержку международного арбитража, но, в принципе, в целом, вообще, даже по обеспечительным мерам в поддержку исковых заявлений, которые подаются в российские государственные арбитражные суды. И по статистике самое реже всего удовлетворяет ходатайство обеспечительных мерах арбитражный суд города Москвы. Но почему это так? Ну, потому что он рассматривает огромное количество споров, и туда подается огромное количество ходатайств, и, в принципе, подход российских судов, ну, база, надо держать, а другая, российские суды не очень любят удовлетворять ходатайство обеспечительных мерах. Тому есть различные причины, но, наверное, как бы историческая такая, что судье не комфортно выносить, ну, не всегда комфортно выносить определение обеспечительных мерах по тому спору, который он дальше потом будет рассматривать, сколько он, ну, а вдруг он потом придет к какому-то другому выводу относительно существа спора. И хотя российский закон не требует от судьи на этапе рассмотрения ходатайства обеспечительных мерах даже проверять, есть ли там основания для иска, то есть там он воспринимает заявление, вот то, как оно написано, как будто все, что в заявлении написано, все правда. Судья в этот момент не рассматривает спорку существует, но, как бы, интуитивно не всем комфортно бывает это делать, потому что отначально надо рассмотреть дело, и потом уже, а вдруг, как бы, ты дал обеспечительные меры, а потом отказал ИСУ в удовлетворении риска существует. Но, опять же, это подход, как мне кажется, там российских судов и в государственных арбитражных судах, вот, эмпирически, мне кажется, суды общей юрисдикции чаще дают обеспечительные меры. Если мы говорим про суды Англии и Кипра, ну, так, опять же, это не значит, что там просто получают обеспечительные меры. Но много существует примеров, когда по сложным и погромотным делам, в том числе в поддержку международного арбитража, они часто дают обеспечительные меры. Да, я имел в виду не российский суд. Опять же, мне статистика неизвестна, но на уровне такого вот эмпирического понимания, как это, anecdotal evidence, сплошь и рядом. То есть, в принципе, примеров, особенно если мы говорим про кипрские суды, то, да, они достаточно щедро издают обеспечительные меры. Так, проговорили здесь, теперь про чрезвычайного арбитра. Такая фишка, которая, в принципе, появилась, мне кажется, первым в регламент свой чрезвычайного арбитра вела Международная торговая палата. Вот, и сейчас он есть практически во всех регламентах, популярных центрах в том или ином виде. Например, в российских регламентах, там, КАСА или МАК или российского арбитражного центра нет такого понятия чрезвычайного арбита. Но у председателя Международного коммерческого арбитражного суда или российского арбитражного суда, у него есть полномочия по там регламенту или положению дать обеспечить не надо. То есть, как бы, это такой российский вариант emergency arbitrator. Вот. Наверное, что важно здесь вот в этот список, посмотрите, здесь нету венского арбитражного центра. Почему-то, поскольку, я так понимаю, они в свое время приняли как бы осознанное решение, что они этим как раз будут отличаться от многих других арбитражных центров, то у них не будет этого права, что, вы знаете, как это, стороны в какой-то момент не обнаружили, они вроде бы как готовили, что их спор будут рассматривать там три арбитра, каждому будет дано там по две недели или по месяцу, когда каждый назначит своего арбитра, а потом те двое назначат председателя, а тут они неожиданно изучают, что у них там есть всего там три или пять дней для того, чтобы представить отзыв на ходатайство своего там оппонента о получении обеспечительных мер, которые они запрашивают в чрезвычайном арбитре. Ну, то есть, это вот логика, которая, как я понимаю, была у Венского центра. Опять же, я думаю, вам, в принципе, об этом рассказывала Анна Горячникова на своей предыдущей лекции. Ну, это как бы важно иметь в виду в голове, потому что вот мы, когда, например, обсуждаем это с коллегами, которые ведут сделки, они спрашивают, какой там арбитражный центр выбрать, и я говорю, ну, вот есть такой вот нюанс, вам важно или не важно. Да, нам важно, чтобы там не был чрезвычайный арбитр. Ну, вы можете его и исключить, если вам хочется, например, в Гонконгской церкви. Немножко практических соображений, плюсы-минусы, куда обращаться, в Государственный суд или к арбитрам или к чрезвычайному арбитру за обеспечительными мерами. Про арбитраж. Соответственно, какие, как бы, основные недостатки? У арбитров есть компетенция только против сторон споров. Против третьих лиц компетенции нет, против них они выносительно течетные мерами могут. Нет, в большинстве стран нет силы принудительного исполнения. Наверное, исключениями здесь являются только Гонконг и Сингапур, которые такие очень пулько-парарбитражные юрисдикции, и они тем самым себя, как бы, позиционируют, что даже на приказы арбитров можно получить исполнительный успех. Но, опять же, если у вас страна, там, не из Гонконга, ответчик, или не из Сингапура, и если у нее там физически никакого имущества или там дочерних общих цен, там, счетов банка нет, практически смысл, как бы, принудительной исполнимости гонконгских мер в Гонконге для сторон, которые, как бы, кроме как третейская оговорка, в договоре никакого другого, как бы, нексуса связи с Гонконгом не имеет, нету большого смысла. Поэтому я бы считал, ну, как бы, базовая предпосылка, с которой стоит держать в голове, ну, нет обеспечительных, нет принудительного исполнения обеспечительных мер. Самый по себе. Но это не значит, что, как бы, в дополнение к обеспечительным мерам, которые вам выдают арбитры или чрезвычайно арбитры, нельзя получить еще обеспечительные меры государственного суда. Да, важная тоже вещь, поскольку, все-таки, насколько мне известно, практически, там, за каким-то, наверное, редким, может быть, исключением, я сейчас не вспомню, каким, но практически все вот эти регламенты, которые я привел на предыдущем слайде, где, когда они предусматривают возможность чрезвычайного арбитра, нельзя получить экспорта. То есть, все равно, ответчику будет дан, там, несколько дней для того, чтобы представить свои возражения по существу спора. И, учитывая, что в том или ином виде, скорее всего, будет ожидаться какой-то, там, есть этот, так называемый, good argument case, есть ли там достаточное основание для иска, в чем опасность, что это, по сути дела, из того, чтобы нормального полноценного рассмотрения спора может все это свестись к так, как бы, супербыстрой процедуре рассмотрения, там, за 3-4-5 дней. Ну, и, опять же, здесь тоже, как бы, немножко происходит дисбаланс в сторону в пользу исца, потому что у него, там, не знаю, есть 5-10 дней, которые запросы, например, у ответчика, там, не знаю, 2-3 дня, или там, сколько времени, сколько ему даст чрезвычайный арбитр. Но, опять же, для цели заявителя, в чем downside, минус, у ответчика будет возможность представить свой довод, раз, но это, само по себе, не так страшно. Страшно, что за это время, даже за 2-3 дня, ключевой актив, о котором идет речь, может уйти с баланса ответчиков добросовестного. Но, при этом, у обеспечительных мер, которые выдают арбитры, есть плюсы. А заинициальность, она сохраняется. Когда вы идете в государственный суд, опять же, ну, везде подход, что везде судебные процессы, они публичные, насколько они широко доступны общественности, там, другой вопрос, но российская пресса, в принципе, периодический кадр бит промониторинг. Также западная пресса смотрит, да и российская тоже, что происходит в английских судах. Поэтому, в большую степень вероятности, вынесенная российским государственным судом или в английском суде обеспечительные меры, через 2-3 дня, или, может быть, иногда несколько часов, оказывается достоянием пресса. Особенно, если спорящие стороны, это крупные игроки за делами, спорами которых идет пристальное внимание. Вот. Если, например, это говорит о Кипре, я думаю, что там какое-то более длительное время можно просидеть без утечки информации о полученных обеспечительных мерах третьим лицам и средствам массовой информации. Другая вещь. С одной стороны, обеспечительные меры, выданные арбитрами, в большинстве случаев, принудительно неисполнимы, но в зависимости от спорящих сторон можно полагаться на добровольное исполнение. Если это спор больших крупных компаний, допустим, публичных, где в советах директоров сидят независимые директора от иностранцев и всего мира, я думаю, что, например, совет, который я даю своим клиентам, в определенной степени можно полагаться на то, что они будут соблюдать приказ, который им даст чрезвычайно арбитр, или арбитр они не будут его нарушать. По той причине, что, а, это репутация в широком смысле, б, репутация в узком смысле перед глазами тех арбитров, которые будут в какой-то момент назначены относительно того, вообще как, насколько уважительно стороны относятся к тем приказам, которые выдают арбитр. Естественно, что, ну, как это, в большинстве случаев юристы, которые консультируют спорящие стороны, вряд ли будут давать консультацию своему клиенту, что, нет, ну, вы игнорируете арбитров, делаете все, как хотите. Естественно, что они будут говорить, ну, надо их меня не учитывать, поскольку-нибудь ваш спор дальше по существу рассматривает. Про государственные суды. Такие вот, как бы, в какой государственный суд идти? Такие вот, то есть, карта мира, спорящие стороны из разных государств, разных там юрисдикций. Такие? Суд по месту арбитража. То есть, если вы выбрали Лондон в качестве юридического места арбитража, вы подтянули тем самым компетенцию, то есть стороны тем самым подключили, подтянули компетенцию английских судов для выдачи обеспечительных мер. По месту нахождения ответчика. То есть там, где вот он физически находится, где находится в органах управления, если вам, допустим, нужно получить запрет против него, как бы суд по месту нахождения ответчика. Второй вариант, ну, третий вариант по месту нахождения имущества ответчика. Особенно если конкретные имущества, которые вы пытаетесь арестовать. Допустим, ну, классический пример, у вас есть кипрский, у вас противный спор, вы хотите арестовать акции российского общества или долю российского общества, которые принадлежат кипрской холдинговой компании ответчика. У вас, соответственно, есть вариант или в кипрский государственный суд, или в российский государственный суд по месту регистрации общества, там, акт российского общества акции или доли, которого вы хотите там арестовать. Или туда и туда. Такой тоже вариант возможен. Вот, здесь я на секундочку прервусь и задам такой вопрос. Какие еще есть опции? О каких судах имеет смысл подумать? Может быть, кто-нибудь мне в вопросах-ответах что-нибудь по этому поводу напишет. Местонахождение основного актива логично, но это по местонахождению имущества. Что пытаетесь арестовать? А еще? Да, местонахождение контролирующих органов, место основной активности. Я бы так сказал. Подумайте не про арест имущества, а про запрет. Споры же разные бывают. Не только как бы верни мне, отдай, или дай я тебя что-то арестую. Когда речь идет, допустим, о нарушении положения конфиденциальности. Где еще может быть? Или, например, о соглашении о неконкуренции. Тоже такой вариант. Я понимаю, что вам может быть сложнее, поскольку вы с таким вопросом вряд ли на практике еще сталкивались, но идеи будет интересно. Есть идеи? Так, кого-то там есть еще. Правильно, место нарушения права. По месту совершения права нарушения. То есть, например, мне становится известно, что кто-то там пытается раскрыть информацию конфиденциальную контрагенту, который у меня... То есть, третье лицо по местонахождению третьего лица, который получатель этой конфиденциальной информации, я понимаю, что, например, суды по месту нахождения моего ответчика вряд ли дадут мне обеспечительные меры. А вот суды по местонахождению лица, который будет получать эту информацию, они могут быть более восприимчивы к моим мольбам защитить мои права и законные интересы, дать мне обеспечительные меры. В случае с нарушением положения конкуренции, в принципе, все равно базовый подход это по месту нахождения ответчика, но иногда это может быть по месту нахождения нарушений. Наверное, еще одна вещь, которая тоже мне приходит в голову, что если мы говорим о обеспечительных мерах в целях получения или сохранения доказательств, то мы эффективно обращаемся в тот суд, у которого есть наиболее эффективная тесная связь с получением и сохранением этих доказательств. У меня был пример, я чуть позже вам расскажу, как мы это и где мы это делали. Двинемся, давайте дальше. Да, часто российские стороны, понимая, что российские суды скупы на выдачу обеспечительных мер, и им привычнее дальше потом разбираться с должниками уже в банкротных процедурах, они смотрят на карты, пытаются понять, где суды в какой стране могут помочь им защитить их права и законные интересы. Этот баланс интересов сохранить и поддержать статус-кво. Соответственно, плюсы и минусы иностранных судов. Я здесь в первую очередь говорю о судах стран общего права, и даже, наверное, в большей степени тех, которые рецепировали более-менее современное английское право, бывших колоний английских. Потому что, например, в США, там есть своя специфика. Я бы не сказал, что американские суды очень щедры на выдачу обеспечительных мер. То есть, в первую очередь, я здесь, наверное, имею в виду такие визитки, как Британские и Виргинские острова, Кипр, Великобритания, Сент-Пикс и Невис, Каймановые острова. То есть, то, где часто люди любят создавать и инкорпорировать бизнес в свои холдинговые компании. Ну, или, по крайней мере, любил это делать. В чем минусы? Опять же, равно как и с решениями обеспечительных мерцатейских судов, они не обладают обязательно принудительной силой на территории РЭС. То есть, в моем примере, когда вы обращаетесь в Кипрский суд за тем, чтобы Кипрский суд запретил Кипрской компании куда-либо отчуждать акции от дочернего российского общества, это само по себе не морозит акции российского дочернего общества в российском реестре. Вам для этого все равно нужны российские обеспечительные меры, которые вам даст Российский суд по месту нахождения этого дочернего общества. Но иностранные меры государственного, Кипрского суда, равно как и меры, которые выдадут вам арбитры, они могут в определенной степени служить дополнительным доводом, когда вы уже придете, например, в российский суд, смотрите, Кипрский суд мне уже дал обеспечительные меры, уважаемый российский судья, они принудительно неисполнимы в России, но вы видите, что Кипрский судья мне уже дал. Поэтому вы, наверное, тоже должны были бы мне дать обеспечительные меры. Почему? Потому что у вас, у российского судья, есть такие полномочия, есть юрисдикция, на ваш приказ я получу исполнительный лист, а на приказ Кипрского судья я российский исполнительный лист не получу. Но о чем надо помнить, да, это хороший довод, но это всего лишь довод, и это не освобождает российского судью от проверки оснований для того, давать или не давать обеспечительные меры, опираясь на положение АПК или ГТУК. О чем еще нужно помнить? Ну, в принципе, это в широком смысле вообще международный арбитрат, такой реально настоящий, международный, вот, и обращение вот этих вот к судам стран, которых я называл там, это не дешевое удовольствие. То есть, я бы так сказал, игра должна стоить свеч. У вас на кону там, не знаю, миллион или два долларов, может быть, и, с одной стороны, как бы это большие суммы для российских сторон, в Поречах часто, но это не очень большие суммы для трансграничных споров. И по относительно небольшим делам получать обеспечительные меры там в заграничных судах часто экономически не оправдывает. Вот. Про публичность я уже поговорил. Чем она еще, кстати, опасна? Ну, как бы, вот, с практической точки зрения бывает неприятно. Как говорится, слетаются вороны. И когда у вас, ну, допустим, серьезный конфликт с вашими там партнерами по бизнесу, вам бы не хотелось бы, как говорится, выносить ссоры из избы, вы поэтому выбираете арбитраж, чтобы ваши разборки оставались в тайне. А когда в ссоры из избы вылетают, нарисовываются всякие заинтересованные лица, которые хотят здесь чем-то поживиться. Может, хотят там помощь вашим оппонентам предложить. Так бы они, может быть, сами бы к ним и не пришли. А тут, как бы, ну, всем сразу все становится видно. То есть не все всегда любят эту публичность, но всегда она помогает. Вот. Еще важная такая вещь, что, ну, складывается ощущение, что когда вы получаете этот фризенодер, приказ о заморозке, что это, как бы, вот дает вам реально крутой рычаг переговоров. Ответ короткий – да, дает. Но, то есть, как называется, там, на английском левере переговоров. Но все относительно. Все зависит от того, как оппонент, против которого вы получили эти обеспечительные меры, как он это воспринимает, как он к этому относится. Он понимает, что это всего-навсего переговорный рычаг. Но он проканет любые дискуссии с вами, кто получил эти обеспечительные меры, пока он их не снесет. А когда он их снесет, там, если они были незаконным образом получены, там, неоправданным, то, как бы, он выровняет площадку, и потом уже вы, которые их в свое время получили, понимая, что, в принципе, на надуманных основаниях, можете их, ну, то есть, цель вот этого получения переговорного рычага, оно, то есть, это не должно быть целью для получения меры. Почему? Потому что часто это может просто вести к эскалации конфликта и к, ну, более длительным, затяжным разбирательствам в нескольких вот отсюдах. Вот отсюда, в том числе вынесения обеспечительных мер, в третейском суде по существу спора. Хотя, может быть, если бы конфликт не эскалировать, но все равно спорят люди. И, как бы, эмоциональная составляющая в споре имеет немалое значение. Вот. И, как бы, вот это вот стремление поставить ногу на грудь своему оппоненту с самого начала, особенно если к тому нету достаточных оснований, оно, как бы, может приводить к обратному эффекту. Из моего опыта практически работа. Так, ну, добрались до самого интересного. Визинодеры, запрет на распоряжение активами, приказ о проведении обыска, приказ о раскрытии информации, приказ о вот этих вот антисьют инжанкшен, за прекращение судебного разбирательства и раскрытия банка. Я, наверное, постараюсь вкратце немножко рассказать. Дайте мне секунду, сейчас я гляну, сколько у нас осталось время. Во времени у нас у нас не очень много. Но, я думаю, что интересно, поэтому, если вы там, никто не спешит отключиться на ужин с Алексисом Муром, то все могут дальше продолжить оставаться на связи на моей лекции. Да, как я уже сказал, это вот меры, которые доступны вот в Англии и в ее бывших зависимых, ну, или текущих зависимых территориях. Потому что в США у них, как бы, свой набор обеспечительных мер. И я с ними, честно сказать, немножко хуже знаком, потому что я ни разу их не получал. Рассказывайте про все, Никита. Никита, буду, все буду рассказывать, слайды останутся. Ну, понеслась. Морева инжанкшн. Ну, Морева, это потому что это первое дело, в котором он был применен. Этот вид приказа. Ядерный грибок на слайде призван обозначить, что, ну, это, в принципе, ядерное оружие в арсенале, в арсенале, как это, трансграничного юриста. Ну, я бы, честно сказал, если оно так часто воспринимается, оно имеет иногда такой эффект, но все зависит от нюансов. Грибок может быть или очень большим, или не таким большим, а может быть не очень большим, и он может, как говорится, поразить и того, кто этот приказ получает, и того, против кого он выносится. Вот. То есть это как бы оружие, которым нужно пользоваться с умом, и оно часто не является реально панацеей от всех бед и проблем. Вот там мой недавний опыт показал. Одно дело получить, обеспечить не меры. А вторая вещь – это убедиться, что ваши оппоненты их реально соблюдают. Потому что отдельная история – это потом вы за ним бегаете, чтобы он их соблюдал. Требуете как бы исполнения, не обходил, а сбоку как-то там не пытался проникнуть, подлезть под ними, и реально оставить там вашего клиента без фактического удовлетворения его требования. О чем нужно помнить? Что это именно, в первую очередь, наверное, запрет. Вот сейчас называют арестом, сейчас называют заморозкой. Но это не то же самое, что русский арест. Потому что российский арест предполагает какую-то вот эту вот закрепленность. Это, в первую очередь, запрет, который вынесен против ответчика, который часто как бы обязателен для третьих лиц, в том плане, что они не должны совершать тогда с ответчиком сделки в отношении его имущества, которое как бы подпадает под этот запрет. Да, но что очень важно, и, как правило, все так делают, это его получают без предварительного уведомления ответчика. Какие основания или условия для его получения? Нужны хорошие основания для иска. То есть вы не можете просто придумать, нужно показать. Причем, когда ответчик приходит этот арест сносить, я тоже об этом сегодня расскажу, он копается вот в этом, что такое good arguable case, он как бы может показать, что у вас нету, на самом деле, права на иск с точки зрения права. Что это может значить? Срок такой давности пропущей. А второе, что у вас там может быть какие-то упущения факторов, которые как бы показывают, что вы, даже если там все, что вы говорите, правды, этому недостаточно, то есть это не образует там состав правонарушения. Наличие активов в отношении которых может быть наложено. Иными словами, вы должны продемонстрировать суду, что у него есть эффективная компетенция, что как бы он может действительно эти активы арестовать. По-разному в разных как бы юридикциях к этому отношения, то есть, например, и кипрские суды, и английские могут выносить Worldwide Freezing Order. И, например, для английского суда, если он является судом по месту арбитража, ему в этот момент не нужно обращать внимание, есть ли как бы имущество в Соединенном Королевстве. В ситуации, когда английский суд не является судом по месту арбитража, не является судом по месту нахаживания ответчика, вам нужно тогда показать, что у него как бы есть компетенция, поскольку в его юрисдикции на территории Великобритании есть это имущество. Ну, не знаю, дом, который принадлежит физику-бенефицару, который у вас является ответчиком, например, по договору гарантии. Вот. Нужно продемонстрировать, что есть существенный риск отчуждения или сокрытия активов. Просто, как бы, совсем домыслов недостаточно. То есть сказать, ну, ответчик, все растет. Ну, то мало просто сказать, нужно это продемонстрировать. Как правило, сложно это продемонстрировать, и вот там консервативные юристы, я тоже, наверное, в какой-то степени к ним отношусь, скажут, что, ну, слушайте, пока он что-то реально не украл, не спрятал, мы ничего не покажем. Более, как бы, смелые, прогрессивные юристы, я тоже, как бы, иногда хочу себя к ним отношение, говорят, ну, смотрите, вот у нас идет арбитражное разбирательство, уже, как бы, стало понятно, что ответчик у нас документы скрывает, врет, и ведет себя в широком смысле недобросовестно. Так если он уже себя недобросовестно ведет, так он, скорее всего, недобросовестно будет прятать как бы свои активы. Вот это серая зона. Показать, не каждый судья согласится здесь, с вашим анализом, что если у вас есть, как бы, недобросовестное поведение, там, лукавое поведение, или какой-то, вот, по другим аспектам, что вы всегда, как бы, судья согласится проецировать это на его поведение на этапе уже принудительного исполнения. Но, как бы, то, что нужно выдержать в голове. Очень важно, если вы идете по модели без предварительного уведомления ответчика, то, в принципе, во всех вот этих вот обшорных юрисдикциях стран общего права есть обязанность честного, добросовестного раскрытия всех существенных обстоятельств в суду. Почему это важно? Ну, как бы, ответчика нет. И заявитель приходит к суде и говорит, ну, вот, ты должен мне дать распространительный мир, у меня есть основания, все. В этот момент он, в принципе, должен сообщить также суде все возможные доводы юридического и фактического плана, которые, на которые укажет ответчик или указал бы ответчик, если он был бы также в этом заседании. Соответственно, если эта вот обязанность с нею заявитель не справляется и существенную информацию, важную от судьи, скрывает, на тот момент, когда судья рассматривает вот так вот экспорт режима заявления обеспечительных мерах, это потом становится основанием для снятия обеспечительных мер. Тоже, о чем важно помнить, это гарантия возмущения убытка оппонента. В принципе, в большинстве юридических и в России тоже, если вы получили обеспечительные меры, потом выяснилось, что вы получили неправомерно, потому что у вас не было для этого достаточных оснований, и эти обеспечительные меры причинили вред вашему оппоненту, у ответчика есть иск о возмущении вреда. Дальше есть нюансы. В каких-то юрисдикциях вам надо заранее, как бы, вот, например, на Кипре, судья просто не выдаст, вам не подпишет приказ о обеспечительных мерах, если вы не принесете ему банковскую гарантию кипрского банка, который там на определенную сумму, как правило, там 100, 200, 300, 400 евро, которые, как бы, убедят кипрского судья, окей, да, я выдал вот этот приказ, если он причинит вред ответчику, вот, как бы, деньги в кипрском банке, кипрский банк выдал гарантию, вред будет покрыт. На практике мне неизвестно ни одного случая, когда бы кипрский суд потом эту гарантию распечатал, но это вот как пример такого отличия, о чем надо помнить, потому что, если, например, идете к английскому суду, там нет базы, вот требуем сразу принести гарантию, но вы одновременно заявитель дает обязательство, да, уважаемый суд, если это обеспечительные меры, которые суд выдаст, потом будет выясниться, что они были получены неправомерно и причинили вред оппоненту, я буду возмещать расходы и, как бы, заранее сразу, как бы, под этим подписывать. Вот, так, у нас есть вопрос. Есть вопросы или нет? Нет вопросов. Хорошо, вопросов нет. Ну и, как бы, в чем плюс обеспечительные меры? Это, как бы, ответственность в Англии вплоть до тюремного заключения, но штрафы, опять же, в чем нужно помнить, ну, нужно понимать, насколько это реалистично, как бы, вот, как это. Есть вот этот вот эффект, veterans эффект, который будет толкать в сторону соблюдения обеспечительных мер. Ну, пример, например, там, Пугачева, понятно, что это не про арбитраж, но это все равно про обеспечительные меры, ну, ему удалось сбежать от тюремного заключения в Англии, вот, что, как бы, говорит, что за, как это, они, может быть, ядерные меры, но все равно за ними нужно следить, и не всегда они имеют тот желаемый эффект, которым стремится заявить. То, и на каком основании можно снять обеспечительные меры. Сейчас расскажу. Сейчас, прямо сейчас расскажу. Добавим еще немножко красок. У меня было такое, вообще, мое, как бы, знакомство с миром обеспечительных мер, как российских, так и иностранных, было как раз на стороне ответчика. То есть прежде, чем, как бы, у меня пошли дела, где я сам их получал, я несколько раз сталкивался с необходимостью их, как говорится, отмены. У меня был опыт, там, российских обеспечительных мер, неудачный, нам не удалось их снести. У меня был опыт отмены английских обеспечительных мер, как раз вот этого, Мари Вайджанши, Кризинодер, половинчатый, скажу так. То есть где-то нам удавалось их сносить, где-то нет. И вот в 2014 году у меня было такое дело, интересное, с товарищем Григоришиным. Вот его здесь радостная и не очень фотография есть на слайде. Когда он получил действительные меры, запретительный такой приказ кипрского суда против своего клиента, там, от компании HMS Group, которая, как раз, является кипрской компанией. Мало того, что она еще и, как бы, холдинговая для большого количества российских предприятий, так она еще и публичная кипрская компания. Все ее ценные бумаги торгуются на лондонской фонде. Короче, вот по ней удар был дзинный ядерный в свое время. И он, тот приказ, который он получил, навел много, он причинил много неудобств, вреда, может быть, не убытков, но именно вот вреда и вот что-то, как это, харма такого нашему клиенту. Но тем не менее, нам удалось очень быстро при содействии кипрских юристов и моем содействии здесь сформировать позицию, которая позволила эти меры снести. Что нам это позволило? Мы показали, что, как бы, там, те истории, о которых его адвокат писал в своем офидаю, то есть заявление, которое он подавал в кипрский суд, это все, как говорится, я бы так сказал, старье. Вот, и само, ну, как бы, на самом деле, то есть они написаны, как бы, были такими очень гневными словами, но на самом деле все было абсолютно законно, раз, а во-вторых, события были, имели место, там, 5-10 лет назад и уже к делу никакого отношения не имели. Там, очевидно, были пропущены любые сроки строя. Да, у нас был удар сразу, как бы, в основание для иска. В GoodArgableCase мы уже табуретку, как бы, выбивали. Дальше, ну, много всего, чего было сокрыто. То есть вот это вот, то есть он расстал, ну, вот была и такая-то, такая-то встреча. А вот ты не рассказал, что там была еще вот такая-то встреча. Тебе там сказали то-то-то, а вообще в документах написано там, тролли валет. И то есть, если бы судье вот эти документы показал и рассказал бы о них, вы туда эти, то судья, может, тебе бы обеспечительные меры не дал. То есть вот это вот нарушение обязанности of duty of fool and friend disclosed. Вот. И мы показали, что реально публичной компании подчинялся вред от обеспечительных мер. Нам пришлось нашему клиенту приобрести торги на бирже, потому что было непонятно, какой эффект имеет этот запретительный приказ. Я вот включил за слайд ссылку на сайт компании. Там были несколько, публиковались пресс-релизов по поводу этого спора. И я также включил ссылку на английское дело. Оно есть вот на этом сайте Byly. И если кто-то захочет как-то, да, вот там искать английские решения, в принципе, по названиям сторонок всегда можно там найти. Ну, практически почти там все более-менее дела свежие 21 века и многие дела второй половины 20 века есть и решения в электронном виде, их можно найти. Ну, а фотографии показывают, вот Кистентин Иванович получил приказ, тут мы его как-то быстро снесли, он уже не столь радостный. Вот. А спустя несколько лет в его собственном споре с его партнерами по бизнесу ему самому арестовали эти активы. И он стал еще, так говорится, более задумчив, что явно способствовало, как говорится, удовлетворению требований его оппонента. Соответственно, да, вот эта ссылка на английское решение, это как раз про арест активов, которые, ну, я называю это арест, но там, будет идти на приказ, которые получили ИСЦИ в Лондонском международном коммерческом арбитраже против компании-ответчиков, которые принадлежали этому товарищу, уже после вынесения решения арбитра. То есть это получение обеспечительных мер уже на этапе принудительного исполнения решения. Вот. Приказ об обыске. Как называемый Антон Пиллер-Оберт. Это вообще, как бы, ну, я когда рассказываю это, там, моим коллегам, российским юристам, у них встают волосы дыбом, потому что для них это все из области уголовного права. А я рассказываю им, что, ну, вообще-то, есть такая вот обеспечительная мера, да, редко выдумаемая, но, тем не менее, доступная, когда есть все основания, ну, все основания полагать, что ваш ответчик просто уничтожит доказательства, которые инкриминируют его, там, правонарушения. То есть у вас есть уже, как бы, убежденность, есть доказательства, которые показывают, что, да, ответчик совершил правонарушения, и есть все основания полагать, что он потрет доказательства. Электронную переписку, там, почту, WhatsApp. Вот. И это позволяет адвокатам заявителя получить санкцию суда, английские судьи такие выдают. В моем деле у меня это был Кипрский суд, который дал обеспечительные меры, это дал действительные меры моему клиенту поддержку параллельного судебного процесса на Кипре, который, в свою очередь, был в поддержку позиции, которую мой клиент занимал в Китайских разбирательствах в России и был ответчиком в этих Китайских разбирательствах в России. И был, на мой взгляд, лишен возможности должным образом представить свою позицию по делу, поскольку моему клиенту в рамках арбитража в Москве не дали возможность допросить свидетелей со стороны ИСЦА. А свидетели со стороны ИСЦА это были директора кипрских компаний, киприоты, которые физически сидят на Кипре, пишут заявления, подписывают их к лотариусу, то есть это спасибо не получают. А вот так притащить их в заседание в арбитраже в Москве было нельзя. То есть нам просто там председатель застал моему клиенту и доказал процедуру не предусматривать допрос свидетелей. И это толкнуло нашего клиента на радикальные меры. А именно обыскать этих кипрских директоров у них в офисе, у них дома, просмотреть всю переписку в WhatsApp, по имейлам, серверы их посмотреть. Мы несколько дней этим занимались. Так, вопрос или нет вопроса. Пока вопросов нет. Да, соответственно, кто проводит этот обыск, его проводят адвокаты изведителя с участием независимых каких-то адвокатов, тоже там, то есть в Англии солистеров на Кипре, просто кипрские адвокаты, которых назначает суд и роль которых как бы надзирает за тем, что во время обыска соблюдаются все необходимые ограничения формальности. Обыск проходит рабочее время, обыск там запрашивается, документы смотрятся, ищут документы, которые удовлетворяют параметрам того, что суд разрешил обыскать. Ищем там и ищем то, что суд, как говорится, разрешил и приказал отыскать. Вот, условия получения, хорошее основание для риска. Я бы так сказал, они должны вообще быть суперские, потому что иначе вам не дадут исключить. Судья должен прочесть, куда искать. Но это же мы умеем делать с настоящими мошенниками, и нужно срочно их выпускать и зафиксировать эти доказательства. Риск причинения вреда ИСУ, ну, в нашем случае риск был такой, что по подложным документам, подписанным там задним числом неуполномоченными уже лицами, с нашего клиента пытались взыскать в совокупности около 200 миллионов долларов. И мы смогли это продемонстрировать, этот риск, и показать, что, смотрите, сейчас нам какие-то меры не дадут, то обманутые арбитры в России вынесут решение против нашего клиента, взыщут с него деньги, и мы не будем дальше знать, что делать. Наличие, соответственно, в помещении ответчиков этих доказательств. Нужно показать, что эти доказательства в принципе могут существовать, и где они могут существовать, и это нужно показать судьбой. Соответственно, риск уничтожения, сокрытия этих доказательств. Здесь мы возвращаемся к противоправности поведения наших оппонентов. То есть мы показываем, что они совсем откровенные недобросовестные личности, то как бы мы говорим, ну, тогда они все потрут, все эти имейлы. Я вам даже больше скажу, что значительную часть того, что мы уже предвешали выстрелить, уже было потерто. И многое пришлось, что называется, с IT-специалистами потом восстанавливать. Ну, кое-чего мы нашли, по-моему. Вот. Ну, естественно, да, возмещение возможных убытков, тот же самый, поскольку мы шли к спарту без уведомления оппонентам, очевидно, что это делается только так. Автоматически на нашем клиенте решало обязанность возмещения убытков, и мы также получали гарантию от Кипрского банка. Вот. Ссылку на судебный акт по моему делу не дам. Почему? Потому что там не было мотивированного решения, к тому же оно как бы кипрское, и оппоненты на самом деле не пытались эти меры отменить, просто после того, как мы обыски провели, документы собрали, поняли там, что нам нужно, что не нужно, наш клиент просто принял решение от искра отказаться на Кипре, и соответственно, от исключительной меры были отменены. Но вот есть, я вам включу здесь ссылку на английское дело, вот это вот, там много актов есть по этому спору Арселор Миттелла с SR Steel, много, и один из которых, когда в прошлом году Арселор Миттелл получил одновременно и приказ о заморозке активов SR Steel, и приказ о проведении обыска, вот такого, и приказ так называемого Норвич Фармакова раскрыть и доказать. Вот. Да, поясню, что это такое. Ну, наверное, практически смысл, чем Норвич Фармакова отличается приказ от Антона Пиллера, тем, что на Антоне Пиллере вы сами идете в офис ответчика, и у него все в этапе, ищите и копируете. В ситуации Норвич Фармакова суд дает ответчику возможность соответственно ответить на запрос и представить самостоятельно документы. Ну, то есть очевидно, что важные самые критерии в том, что Норвич Фармакова нет оснований полагать, что ответчик сокроет что-то из документов по приказу суда или уничтожит. И, ну, изначально этот приказ выдавался в контексте, когда очевидно, что произошли нарушенные какие-то права заявителя, но заявитель до конца не понимает, кто его права нарушил. И вот этот вот, собственно, символ, как эта фотография внизу с людьми в масках призвана проиллюстрировать эту тезис, что изначально он вырос, что вы приходите к третьему лицу, которое связано с правонарушением, возможно, это исполнитель, то есть тот, кто там нарушил ваши права, но вы не знаете, кто конкретно это нарушил, кого в перспективе вам надо дальше следить. Но со временем как бы это, как я бы так сказал, этот критерий, вот это вот основание, что это должно быть поддержка будущих требований на текущий момент неизвестному заявителю лицу, оно, я бы так сказал, снизилось, или там эффект, или там, как они говорят, юрисдикция суда по выдаче таких приказов, она расширилась, и в частности это часто, ну, разночает в том числе получение документов и информации об имуществе ответчик или там лиц с ним связанных, которые могли бы быть доступны ИСУ, который сейчас тоже выиграл третейское разбирательство, ну, или может быть ведет его, и опять же там Норвич Фармакова это одновременный способ получения доказательств для рассмотрения военных требований по существу, вот, и параллельно это способ получения информации доказательств об активах вашего оппонента. То есть вот этот пример делает Амэсер Скилл, речь шла уже о том, что раскрыть информацию об имуществе, он выведен предположительно выведенным ответчиком уже после того, как он проиграл арбитраж, то есть у него было вынесено решение на полтора миллиарда долларов. получал я такого рода тоже приказы и отбивался. Например, вот эта история, про которую я вам рассказывал с кипрским обыском, мы получили одновременно два приказа. Мы получили о проведении обыска как и дели Асер Скилл, так и о Норвич Фармакова. Мысль такая, что мы пришли и у вас поискали, сами что-то тут нашли, забрали, а параллельно вы, пожалуйста, уважаемые граждане соответчики по нашему ходатайству тоже у себя посмотрите и по приказу суда представьте нам списки копий документов, которые под запрос попадают, ну и одновременно представьте афидавиты, которым вы подтвердите, что да, вы провели сами тоже у себя обыск в архиве и вы подтверждаете, что вот все, что отвечало на запрос на санкцию суда, вы раскрыли доказательства, вы раскрыли. В чем плюс, наверное, Норвич Фармакова, опять же, в чем плюс обращение в государственные суды. Государственные суды не связаны вот этой вот компетенцией по кругу лиц. То есть, они связаны, но в том контексте, что для них не являются абсолютно определяющим фактором наличия терпейской оговорки. То есть, вот в моих вот этих вот кипрских примерах, естественно, те, кого мы обыскивали, они как раз даже не были связаны терпейской оговоркой или те, у кого мы занимали документы. Это были формально третьи лица, но по факту связанные с ИСОМ, который выступал, ну, то есть ИСОМ в третейственном разбирательстве в России. Вот. И это как раз плюс, потому что вы говорите, ну, смотрите, это же кипрские там физические лица, юридические лица. Они находятся там, имущество их там, документы их там, тому, как ни кипрскому судье идти за приказом. Вот. Немножко про российские судьбы. Сразу говорить, что у меня опыта получения российских обеспечительных мер меньше, чем иностранных, в силу того, что я больше занимаюсь зарубежными процессами. Но, тем не менее, он тоже есть. И, наверное, вот, возвращаясь к нам вопросу, который я изучал вначале, а какая вот статистика вообще что? По ощущениям, по ощущениям, при правильной подготовке, при правильном, как бы, формировании доказательной базы получить обеспечительные меры в российском суде в поддержку международного арбитража, в МКС, или там, за пределами РФ, в ОСАЭй, или в государственном суде за рубежом проще. Опять же, моя такая гипотеза здесь в том, что вот это вот, я сейчас вам тоже скажу, понятие эффективной юридиции российских судов. Гипотеза моя здесь следующая, что российский судья, когда он рассматривает ходатайство в поддержку судебного процесса или предприятия и разбирательства, а не там, того же иска, который ему подан, у него нет вот этого вот ограничения и серии. А вдруг я сейчас удовлетворю, а потом в иске окажу, как на меня потом апелляция посмотрит? Он говорит, так я не буду спор по существу рассматривать. И вот это, мне кажется, в какой-то степени вот этот психологический аспект снимает и открывает возможность, ну давайте смотреть реальное основание. И если вы ему показываете, то почему бы и не дать? Ну и потом, мне кажется, может быть здесь есть какой-то такой элемент гордости, что вот за границей идет спор, а российский судья может протянуть руку помощи уважаемым арбитрам или там своим коллегам из других государственных судов. Ну это такая моя, может быть, спекулятивная теория, но те примеры дел, которые я видел, где российские суды давали обеспечительные меры по вере фитрористической разрезы, они показывают, что ну да, какие-то эти дела были, которые по заявлению моих коллег. То есть я когда я взятуюсь, я понимал институциональный опыт, который наполнен в фирме, в которой я работаю, что да, если ты все правильно показываешь, если ты показываешь, что твой оппонент вот тебе сам грозит, что он сейчас выведет активы, да, это письмо или там записанные разговоры потом зафиксированы определенным образом, можно и нужно использовать доказательства, показывающие, что оставимся без имущества. Да, соответственно, куда так идти? По месту нахождения Третьейского суда, по месту нахождения должника, имущества. АПК предусматривает возможность обращения по месту заявителя. по месту где находится истец. Вот я то, о чем я вам говорил, статья 9, такая же формулировка, как и в модельном законе Юнистрал, Третьейская оговорка не является несовместимой с армитражным соглашением. Вот. Да. Опять же, закон модельный Юнистрал, российский закон международного коммунистического арбитража дает возможность арбитрам также давать обеспеченные меры, не предусматривает критериев, но если арбитр считает необходимым, если Третьейский суда считает, что надо запросить надлежащее обеспечение, может запросить. И да, если стороны выбирают институциональный арбитраж, то правила могут предусматривать возможности выдачи обеспеченных мер председателем этого Третьейского учреждения. Важные вот это, несколько было постановлений, но мне кажется, не знаю, вам будет даже интересно услышать. Одним из первых юристов, которые в свое время получили обеспечительные меры в России поддержку в том конкретном деле иностранного судебного процесса, а не международного коммерческого арбитража, был Андрей Пан. Но было дело, где был судебный процесс на Кипре, ему удалось получить аресты акций долей в российских компаниях, как раз поддержку судебного процесса за границей. Мне кажется, это было лет 9 или 10 назад. Помню, мы с ним это дело обсуждали, меня она тогда очень заинтересовала, но оно, мне кажется, послужило в совокупности с другими делами развития мысли про эффективную юрисдикцию российских судов, потому что иначе не скажут, а что, российские суды должны выдавать обеспечительные меры, если ответчик здесь не находится. Здесь находится имущество ответчика, и даже если российский суд не будет потом рассматривать спорту существую, это еще не означает, что он не может дать обеспечительные меры. И в свое время Высший арбитражный суд и за ним Верховный суд мысли теории эффективной юрисдикции подхватили. Да, Басовский еще есть постановление пленума. Да, это ключевые, наверное, важные акты российских судов, связанные с получением обеспечительных мер. Чтобы вам было полезно практику на будущее. Да, формально. Какие основания? Ну, ИГПК и АПК сходятся во мнении, что основания для получения это если потом исполнение решения по существу будет запрендено или невозможно. То есть, в данном случае основания для получения обеспечительных мер, они одинаковые как для исполнения судебного акта, так и для исполнения действия решения. Плюс АПК предоставляет еще дополнительные основания предотвращения значительного ущерба заявления. По сути дела, о чем говорит, развивая комментируете положение, о чем говорит Верховный суд, а для него высший арбитражный суд, надо сохранить статус-клод. Вот. Да, примерно о том же. Да, статус-клод баланс. Все равно российские суды говорят, надо соблюдать определенную разумность. Что еще важное, о чем надо помнить, когда обращается российский суд, да в принципе и в иностранном тоже, но вот польскор мы говорим о российском, это российский судья проверит вопросы, связанные с критейским соглашением. Есть ли оно? Вот. То есть действительно оно исполнимо, вот оно является ли спор арбитрабельным? То есть если кто должен проверить российский государственный суд, решим дать обеспечительную меру поддержку коммерческого разбирательства или коммерческого арбитража. Еще вам немножко подбора судебной практики полезной. Да, есть у нас это деление на обеспечительные меры, когда уже идет рассмотрение споров и предварительные обеспечительные меры, когда естественно еще не обратился с иском по существу. Мне кажется в российских реалиях предварительные обеспечительные меры практически не работают. Те примеры дел, где мы с коллегами обсуждали, которые они получали, в чем например затруднительность получения обеспечительных мер в России в поддержку международного коммерческого арбитража. Что пока вы не обратились, шансы их получить еще ниже, чем если когда уже начали третейское разбирательство. Но при этом когда у вас идет третейское разбирательство, вы потенциально вторгаетесь компетенцию арбитров раз, во-вторых, уже у вас может быть произошла утечка имущества, и вот в одном из дел моем было примерно именно так, что получили обеспечительные меры, начали арбитраж, и очень быстро в принципе о чем практически такой совет, о чем нужно помнить. Если есть тому основание, как последний алгоритм, который я следовал бы, если я готовлюсь к спору о принадлежности акций долей в российском октябре, то есть пропоративный российский спор. Меня допустим продавец или покупатель, то есть мой оппонент опять же кипрская компания или компания на британской фиргизской страх, где-то еще за рубежом. Я могу побежать ее местный суд, получить обеспечительные меры до того, как я начну третейское разбирательство. Получил меры, начал третейское разбирательство, арбитров мне еще не назначили, но я понимаю, что отвечая на этот вопрос, где ключевой актив? Ключевой актив дочка в России. Надо эти акции точно арестовывать, иначе кто-нибудь здесь по доверенности меры кипрские или британских правов нарушит и эти акции переведет. Я потом буду спорить о том, куда эти акции ушли. Но в Российский суд я уже приду с просьбой об арбитраже, который я подал в третейское уведомление об арбитраже, который я уже подал в третейское учреждение. У меня может будет стать штамп по его принятию. Гольдинского центра или КАСА, когда даму принят это рассмотрение, оплатите пожалуйста сбор. Я принесу уже российскому суду то, что я уже начал арбитраже, у меня уже есть спор. Дайте мне еще... Да, вот я получил кипрские меры, но кипрские меры в России сами по себе принадлительные неисполнимы. Дайте мне обеспечительные меры в России по месту нахождения ключевого актива, чтобы они были исполнены. Я с ними приду с вашим определением сюда русским приставам, русские приставы дадут мне исполнительный лист на то, что мне удастся арестовать или тот запрет, который я получу, плюс я с этим определением смогу прийти к регистратору независимому, который ведет реестр акций, или я могу прийти к ним сдать налоговую, налоговую ведет учет на долю не проще говорить про корпоративные споры, поскольку я с ними чаще работаю, но это в принципе относится и к удвижимому имуществу, вы издаете в ЕГРП определение о том, что какой-то объект недвижимости арестован. Виды обеспечительных мер, они примерно совпадают и ВПК, и ГПК, сразу скажу, что перечень открытый, в принципе везде открытый, но как правило российские суды имеют дело с арестами, наложением запретов, иногда при восстановлении взыскания поиспладного производства. Возможна комбинация мер, возможны иные меры, но чаще то, что я вижу на практике и то, что мои коллеги, я получаю арест и запрет. Пример, кстати, вот слайд, а на нем, к сожалению, не попало дело Андрея Панова, но не суть. То есть вот это вот дело адемат против Чигиринского, мне кажется, одно из первых дел, где звучала теория эффективной юрисдикции раз, когда российские судьи дали обеспечительные меры в поддержку от этого, как он разбирается. Вот это вот дело, вот такой банк против Марии Инвестмасса, то, что вели мои коллеги, они получали обеспечительные меры в арестовательной судьбе Санкт-Петербурга, где ответчик как раз готовился там активы вывести, нам стало об этом известно. Вот, и дело тоже от Инжи Банка против компании Настюши. Вот мы, в принципе, достигли конца моей лекции на сегодня. Давайте я посмотрю, есть ли вопросы и подожду, может быть, они появятся. Пошли вопросы. Хороший вопрос у Никиты. Отличный вопрос. В принципе, если мы говорим, честно, начну с самого важного, что я скажу. Я никогда его не получал. Вот у меня сейчас может возникнуть необходимость, но честно скажу, что я еще даже близко к анализу не подошел. если мы говорим о если мы говорим о Англии и юридикции, с которой мы чаще сталкивались, он не обязательно должен быть связан с банкротством. Не обязательно. То есть общий смысл предпосылки к его назначению, такая фактура, вытекающая из прецедентов, которые объясняют в тех ситуациях, когда это может быть оправдан, он говорит, ну, мы дали фризенобер, но структура владения активами ответчика такова, сложная и запутанная, что реально следить за исполнением фризенобера не получается, и ну, и как бы заявитель там, естественно, приказывает, показывает, слушайте, я получил фризенобер, но вот обратите внимание, как бы вот косвенные активы куда-то в сторону начинают подвигаться. Это вот похоже по фактуре сейчас на мой кейс, то есть по сути дела вы назначаете внешнего управляющего или там то, что называется интермельсивер, промежуточный управляющий, его как бы ключевая роль, то есть да, уже наложен запретительный приказ на активы, а его роль следит, что этот приказ не нарушается. Если там совершается законная сделка, которая не запрещена этим запретительным приказом в рамках обычной хозяйственной деятельности за равноценное встречное предоставление, то есть когда у ответчика с баланса товар ушел, деньги пришли, то как бы вот роль этого интермельсивера. Поэтому ответ базы интермельсивер может быть в отрыве от банкротства практической точки зрения, вот тот вопрос, который я сейчас себе задаю, как, например, у меня будут пересекаться полномочия интермельсивера, которые я хотел бы назначить приказом английского суда в поддержку приказа о заморозке активов, вот, с правилами как раз к тому, что мой ответчик в таком уже, мне кажется, в предбанкротном состоянии находится в другой юрисдикции, вот, и не будет ли тем самым английский судья вторгаться в компетенцию суда по местонахождению моего ответчика, которому по-хорошему надо уже как бы подавать заявление на его ликвидацию, там, то есть банкротства. Когда мы говорим про ликвидацию там кипрских английских или там мальтийских компаний, то ликвидация часто означает именно банкротства по заявлению тредитора. И будет происходить, да, конфликт компетенций и полномочий между ликвидатором, который он назначает судьбом между регистрацией компании должника и вот такого внешнего управляющего. Иногда это может совпадать. Например, кипрский процесс, кипрский судья тоже может назначить интерьем ресивера и они назначают их, но в какой-то момент его полномочия, если это будут разные люди, интерьем ресивера и ликвидатор в этом моменте, если они будут совпадать, если это будут разные люди, то вопрос соотношения полномочий между ними. Потом полномочия интерьем ресивера, как в принципе суд определит, они такими будут. То есть они не обязательно равняются планомочиям директора, он не высаживает директора из управления компанией, он за ним присматривает. Вот, наверное, что здесь важно пояснить. Так, какие тут еще у нас есть вопросы? Какая самая распространенная проблема при введении обеспечительных мер. Самая распространенная. Часто, поздно, опоздали. Вроде бы все сделали правильно, но все равно у нас появилась догоняющая роль. Я должен вынужден обеспечительными мерами уже догонять, ухватывать активы, которые начинают разбегаться. Тут бывает комбинация факторов, потому что где-то все стоит денег, нужно убедить клиента, что игра стоит свеч, что вы успеете. Знаете, в идеальном мире это как в компьютерной игре. Можно зачитать, набрать пароли, у тебя будут бесконечные патроны и ты будешь бессмертным. Это значит, что ты можешь бесконечно бегать или бесконечно стрелять. Но в реальном юридическом мире патроны, то есть наше время, которые силам это тратим, они стоят денег. Не все клиенты готовы покупать в достаточном количестве. Это вообще в принципе относится к юридической работе, но и вот когда вы делаете такую трансграничную работу с обеспечительными мерами, часто нужно очень интенсивно поработать, спалить на это прилично времени, потратить, соответственно, денег клиента без гарантии как бы результата. Естественно, что клиент от вас ждет удара наверняка. Если вы пошли за обеспечение, вы должны их получить, потому что иначе зачем не спалил столько денег. Какая еще, наверное, проблема сейчас ты сталкиваешься, такая вот везде. Ну вот если мы говорим о юридициях стран общего права, даже Австралия, ВВО, Таймана, Киев, Англия, надо все время держать в голове duty of full and frank disclosure. То есть вы все время должны играть от этого адвоката дьявола. То есть вы должны все время предугадывать, что вам могут возразить. Потому что, что вам может возразить оппонент, то есть вы должны сразу видеть свои слабые места, что он может вам возразить и как вы одновременно можете это нейтрализовать. Чтобы когда вы пишете длинное заявление, он не скажет, ответчик, наверное, завяет вот это. Но, уважаемый судья, вы не должны принимать этот довод, обстоятельства ко вниманию, не учитывать. Потому-то, потому-то, потому-то. И вот это вот такое важное упражнение, которое нужно проделать, чтобы... Серия в Юралаше, программа в моем детстве, юмористическая про детей. Мало рекорд взять, его же надо еще удержать. Мало получить обеспечительные меры. Лучше, чтобы они устояли до того момента, когда ваш клиент получит реальное исполнение там по своим требованиям. Ну, если он их просудит, получит это решение, исполнит его, получит реально деньги, реактивы, счет той суммы, которая будет прослужена ему аргенту. То есть вот это вот исполнение обязанности, надлежащего там честного раскрытия обстоятельств. Важно для удержания приказа, чтобы потом ответчик не отменил его по своему встречному податству там суду, который... Кстати, ну, я бы не сказал, что таким же, таким же образом это сформулировано в российских судах, но по факту у нас, как бы в российской практике ни разу эта вот идея full and frank disclosure. Я не вижу, как бы российские судьи апеллировали этим термином. Ну, ты заявитель, пожалуйста, потому что если приходишь, говори мне, пожалуйста, все правду от начала и до конца. Таких вот, как бы, я их вообще не вижу. Но, если вы возьмете, например, АПК, там есть 97-я статья, и она предусматривает, помимо способа отмены обеспечительных мер апелляционного, когда вы приходите в апелляционный суд, подаете апелляционные жалобы, пытается подать апелляцию на определение. Там есть отмена определения об обеспечении, которые выдают судья в первой инстанции, по заявлению, которое подает там, соответственно, ответчик и просит эти обеспечительные меры снять, поскольку там есть там существенные обстоятельства, которые меняют ситуацию, которые не были, допустим, известны судье на моменте, когда он выносил ходатай. То есть, по сути дела, это того рода механизм, который существует там в кипрских и английских судах, когда отвечает на практике, знаете, уважаемый суд, вы не учли их. Тун-тун-тун-тун-тун. И в этой ситуации, в принципе, по идее, российский судья может свое же собственное определение об обеспечительных мерах отменить, как это делают, например, английский судья или кипрский судья. На практике, единственный раз, когда я пошел этим путем, он не свободен. Вот. Но тут другая история. Теория и закон российских, мне кажется, позволяет теми же понятиями активировать, что иностранные. Так, еще вопросы. Алексей, Марева Инжаншин. Я так понимаю, я так понимаю, сейчас секунду, я продоставлю вопрос. Использует нашу банку при взыскании задолженности иностранных заемщиков является ли доказательство того, что заемщик намеренно уйдет в банкротство в углу доставания? Ох, вопрос не в бровь, а в глаз. Не в бровь, а в глаз. Понимаете, в чем вся штука? Фризенодер не защищает от банкротства. Важное, о чем вы помните, я тоже объясняю этим клиентам, он не создаёт приоритета. От того, что вы заморозите активы, как бы, ну... Фризенодер не устраняет требования других кредиторов. Вот. Как довод из серии того, что, ну мне тогда точно ничего не достанется, поэтому, пожалуйста, вот я сейчас арестую, он может использоваться. Но тут о чем нужно помнить, как поддержать. Если мы говорим об аресте или запрете, который призван поддержать вполне конкретные там, требования передачи вполне конкретного имущества, то есть из серии я купил акции, заплатил за них деньги, я хочу получить эти акции. То есть, по сути дела, ну, если мы говорим, ну, мы говорим об исполнении спецификой формы, то есть исполнении натуры. Я претендую на эти акции. Они должны уже быть моими. И вы их арестовываете. Да, в этой ситуации, там, если проецировать это по аналогии на Фризенодер, да, вы хотите вырвать это имущество из цепких лап конкурсного управляющего российского должника, когда он будет назначен. Вот. В ситуации же, когда, говорит, мне будут причинены огромные убытки, и, пожалуйста, заморозьте активы ответчика, потому что он скоро банкротится, вам это не поможет. Он все равно банкротится. Вот. Если, как бы, к этому есть предпосылки. Фризенодер не создаст залоговый приоритет. Вы все равно будете стоять после залоговых кредиторов. Мы это говорим про ситуации, когда у вас, ну, практически, когда у вас есть, там, бенефициар бизнеса, и он помимо того, что, то есть, его бизнес, там, его компании, там, российские иностранные набрали кредитов, а не обеспеченными залогами имущества этих конкретных, там, российских иностранных обществ, ну, а до кучи банк взял себе еще персональную гарантию, там, контролирующего акционера косвенно. Так вот, в тот момент, когда контролирующий акционер сам в России подаст на банкротство, банк не будет залоговым кредитором, потому что вряд ли, ну, скорее всего, неизвестный случай, когда под персональное получительство владельца был получен, например, залог, там, я не знаю, его виллу или там дача. Вот. Чисто практической стороны российский арбитражный суд не будет перегириться, если ему предоставить информацию о том, что вам уже выдали обеспечительные меры в другом государстве, или на практике наши судьи нормально реагируют. Есть примеры судебной практики, я не положу руку на сердце, указал ли я их в слайдах, потому что мне мой доблестный помощник помогал их формировать и готовить, но я видел судебные акты, где российский суд выдает обеспечительные меры, он, как он проводит анализ, он видно из определения, которое выдает российский судья, он говорит, да, вот идет спор за границей, вот иностранный суд выдал обеспечительные меры, вот заявитель мне говорит, что эти обеспечительные меры принудительно неисполнимы в России, я с этим согласен. То есть, если мы опять же говорим о связке Россия-Кипр, между Россией и Кипром есть соглашение о признании исполнения решений по существу, но там прямо написано, что они распространяются на обеспечительные меры. Ну и, в принципе, как бы подход такой, что вот это вот там принцип взаимодействия и вежливости, это когда у нас был процесс, стороны были уведомлены, признали позиции, проиграл так проиграл, ну добр, будь исполнен. Обеспечительными мерами, соответственно, вот судья анализирует такое, дальше он смотрит, ну хорошо, эти обеспечительные меры принудительно в России не исполнены, поэтому заявитель ко мне пришел и просит. Дальше судья смотрит, если ответчик юридическое лицо ГПК, если ответчик юридическое лицо смотрит, соответственно, положение ГПК, кстати, вот главы 8 ГПК про допечительные меры, по-моему, статью 90-91 про основание, он говорит, так, ну хорошо, есть, смог ли мне заявитель доказать, что решение там не будет исполнено. Или, если это ГПК, там будет ответчику причинен значительный ущерб, и мы его призваны предотвратить. Дальше он говорит, ну хорошо, мы хотим статус его сохранить, мы хотим. И он проверяет, есть ли вот этот реальный риск того, что будет причинен ущерб заявитель. Если судья убеждается в том, что да, он будет, он удовлетворяет. Как здесь помогают обеспечительные меры иностранного судья? Ну просто комфортно, потому что он понимает, что на эту историю иностранный судья уже посмотрел, иностранный судья уже как бы дал обеспечительные меры. Ну то есть кто-то уже как бы тоже в маньте с полномочиями к выводу по тому же сценарию пришел. Но при этом если российский судья со своим коллегой иностранным не согласен, он обеспечительные меры не даст. Поэтому в данном случае здесь иностранные обеспечительные меры, они важно играют такую субсидиарную функцию доказывания. То, что вы один по себе принесете обеспечительные меры кипрского суда или английского, они сами по себе, говорю, русского суда не убьют. Но вы, по сути дела, те вещи, которые вы говорите кипрскому судье в афидавите, вы во многом их же повторите в заявлении, которое подадите в русский суд. И как бы если это вот один к одному сложить, смотрите, вот по этим обстоятельствам кипрская судьа отдала обеспечительные меры. Нам кажется, что вы, российский судье, тоже должны его выбрать. Мне кажется, шансы будут выше, если российский судье должен быть с вами согласиться. Так, сталкивались ли вы с обеспечительными мерами против государства? Например, в иностранном ракетаже, как государство... Слушайте, Дмитрий, вопрос не брови в глаз. Целое вообще, просто целый мир отдельный. Целый отдельный мир. Я думаю, о чем здесь нужно сказать очень важным. История с государством совсем другая. Совсем другая, потому что государства обладают иммунитетом судебным. И он складывается из нескольких элементов. Например, если взять, например, наш закон о судебных иммунитетах, или как это там называется, иностранных государств в России, он состоит из трех элементов. Это иммунитет от обеспечительных мер, в государстве есть иностранных. Это иммунитет от рассмотрения споров по существу, требования исков иностранного государства. И третье от принудительного исполнения решений, вынесенных против государства. Соответственно, отдельная история, когда государства являются сторонами третейских соглашений. Вы правильно пишете, да, это инвестиционный репетраж. В определенной ситуации, как бы, государство между собой заключает двухсторонние, многосторонние соглашения о защите капиталовложений, там часто есть третейские оговорки, которые представляют собою такие, как это, не знаю, взаимные оферты со стороны каждого из государств, которые они делают неограниченному кругу инвесторов о том, что если, соответственно, придет инвестор, держит инвестицию, и у него возникнет спор, он праве будет этот спор передать на рассмотрение в третейский суд. То есть, сам по себе оговорка в соглашении о защите капиталовложений, она еще не третейское соглашение. Это оферта со стороны государства, ну, как бы инвесторам. Соответственно, в тот момент, когда государство заключает это третейское соглашение с инвестором, как правило, это момент, когда инвестор обращается в арбитраж на основе третейского соглашения, на основе оговорки, которая содержится в соответствующем соглашении капиталовложений, в этот момент можно, наверное, говорить, что государство отказывается от своего иммунитета в части рассмотрения спора против него, потому что государство заключило третейское соглашение в этот момент. Оно дало оферту и оно заключило. Понятно, что на практике во всех спорах, которые неизвестны, государство спаривает юридически. Они говорят, нет, я не соглашался, нет у меня арбитражного соглашения, поэтому арбитры не имеют проснят капиталовложений. Дальше, соответственно, возникает вопрос, когда уже спор рассмотрен, арбитры признали свою компетенцию, арбитры удовлетворили требования инвестора, дальше инвестор идет искать имущество государства, где он сможет его найти, незащищенный дипломатическим иммунитетом, незащищенный судебным иммунитетом. Ну и дальше дискуссия, наверное, преобладающее мнение, и оно, мне кажется, такое же сейчас в делах о заявлении так нефти, я не смотрел дела по заявлениям против Кыргызстана, турецкой компанией, но в России, мне кажется, рассматривался тоже спор, что раз уж как бы если есть трикейское соглашение, заключенное государским инвестором, то, наверное, оно исключает, то есть оно одновременно предполагает, что это трикейское решение можно принудительно исполнить против этого иностранного государства ответчика. То есть как бы это второе исключение, то есть это вот как бы пробивает иммунитет государства по третьему элементу, принудительно исполнения. Но первое, можно ли получить обеспечительные меры против государства? Государственные суды не дадут. То есть как бы вот базовая презумпция, никогда вам государственный суд не даст обеспечительные меры против другого государства в поддержку трикейского разбирательства против этого государства. Ну, скорее всего, нет. то есть как бы вот мне неизвестны случаи, когда бы это было сделано. Но есть прям отдельное как бы как это body of case law, когда арбитры дают обеспечительные меры по требованиям инвесторов против государства. Иногда арбитры дают обеспечительные меры по заявлениям государства. То есть они ну, примеров много. Я на самом деле хотел прислать Элине там Александру накануне нашего сегодняшней там беседы. Недавно был мне кажется White & Case проводил аналитику собирал как раз примеры обеспечительных мер, которые выносились против государства. Я после лекции отправлю ее и вам разошлюсь. Можете сами там посмотреть, почитать. Но арбитры в определенных обстоятельствах арбитры дают такие обеспечительные меры. Я знаю, что такие обеспечительные меры, например, свеженькие в моей памяти недавние это Мешэкономбанк получал против Украины на основе соглашения о защите капиталовложения между Россией и Украиной. Почему? Потому что оно предусматривает арбитраж в Стокгольмском торговой палате и регламент текущего арбитражного института Стокгольмской торговой палаты задерживает положение от чрезвычайного маркета. Ну и чрезвычайный арбитр вынес им обеспечительные меры. И какие еще примеры? Я вот так навскидку вспоминаю по спору арбитраж Пугачева с Российской Федерацией. Мне кажется, там как раз Российская Федерация получила обеспечительные меры или промежуточные приказы арбитров против. Это, наверное, не обеспечительные меры, но это промежуточный приказ, который запрещал бы Пугачева и его юристам публиковать документы, которые стороны подают в арбитражном разбирательстве. По ходу этого арбитражного разбирательства. Такой приказ, защищающий конфиденциальность. Вот. Как государство это исполняет? Ну, кто-то исполняет, а кто-то нет. Вот. Наверное, в большинстве случаев большинство государств как-то исполняют, но не всегда. Если вы говорите о европейских странах, наверное, они будут больше склонны исполнять. Какие-то государства, которые по беспределу активы отжалят, то они и обеспечительные меры не очень будут. Вот. Так. Сколько у нас времени? Слушайте, ну, мы почти два часа. Поэтому, если вопросов нет, я дам еще минуточку. Вопросов не последует, то можем, наверное, сворачиваться. есть вопрос. Прекрасно. Пожалуйста, всегда рад общаться со студентами. Хотел бы больше. Не всегда получается. Говорить могу про темы, которыми занимаюсь, говорить могу долго, не знаю, насколько интересно, но мне по крайней мере интересно. Хорошо, поскольку вопросов нет, тогда всем счастливо. Юрий, спасибо большое за лекцию. Это была финальная лекция курса арбитража, поэтому всем спасибо за внимание. Да, счастливо. Достаем.